доброго времени суток дорогие друзья с вами александр святов сегодня расскажу о таких вот ножиках вот компании скиф компания это тесно сотрудничает является я так понимаю дочерним неким предприятием или проектом ребят из ибиса и без относить оружейных магазинов наших значит что это за ножики это скифы здесь у меня три модельки прислал мне мой друг рома из магазина xgir это не рекламные видео мне просто было интересно что из себя представляет новенькие ножи этой фирмы дело в том что будучи не присутствуя на прошлой стальной грани которая была в 2013 году в мае месяце я подобного рода ножиками на этой компании не только начали появляться на рынке очень так не кисло поработал значит на стенде и без а было представлено несколько подобного рода ножей был капот от автомобиля легкового по моему кода иное количество брусков деревянных и канат такой толщины можно было вдоволь поиздеваться подобного рода ножиками то есть рубить колоть резать этот несчастный капот машины и что меня поразило и понравилось что в принципе все ножики которые были представлены очень хорошо справились со своей задачей вот хотя там были сколы и выкрашивание замины ломались кончики ножей но все они остались в исправном состоянии нигде не сломался не фрейм нигде не так уж там клипса не отлетела клинок не сломался упорная втулка тоже не сломалась что же у меня сейчас здесь на столе это скиф 425 в разных его вариациях если присмотреться то вы конечно же увидите здесь оверкил да от мартина думаю никого ни для кого нет тайна не секрет что это за нож давайте посмотрим поближе и как обычно кратко я расскажу вот тактико технических характеристиках истиках этих ножей значит у меня на столе скиф 425 урбанит общая длина у них 230 миллиметров длина клинка 103 миллиметра толщина клинка побуху 2 и 9 материал клинка 8 хром 13 муви два клиночка с обработкой стоун вошь и один с таким вот интересным black wash и довольно такая неплохая вариация покрытия довольно стойкая и за счет своей такой необычности очень красивая производство китай вес у ножиков разные дело в том что ножи здесь у нас только один сожж 10 остальные 20 алюминием здесь анонированный алюминий на обратной стороне просто нержавеющая сталь присутствует ограничительная шайба хиндера до ножики открываются как за флиппер так и за двухсторонний шпинек в руке в моей до лапе сидит очень комфортно но давайте чтобы понимали размер я не знаю допустим допустим всем известный контегорина положим да то есть я думаю спала немножко более ясно куда свыду критер дела вот допустим до критер ду критер и прошу прощения понятненько да но такие вот железяки значит что у ножа хорошего в первую очередь хорошо эта цена цена смешная на самом деле что-то порядка тридцати двух долларов за штуку это очень немного я подсказал это маловато шайба у нас металлические ножик флипует он не так хорошо флипует как допустим китайский шарагоровы да или оригинальные шарагоровы но тем не менее я без проблем на его выстреливаю если ставлю палец сюда по пол пальца отрежу то есть таким образом если же я доведу кистью то вообще никаких проблем по поводу баланса баланс смещен смотрите он чуть чуть дальше чем под пальцевая выемка но в принципе это не мешает работе ножа за счет довольно длинного лезвия работа очень удобная рукоять здесь не толстая глянем сколько у нас ручка получится и того примерно давайте посмотрите надеюсь все видно да толщина рукояти у нас не дотягивает до 112 миллиметров и замечательный в принципе нож как уже 10 исполнений так и в исполнении национированном алюминием но мне с 10 нравится все-таки больше сведен ну конечно же не в резачок но тем не менее 0908 можно на мере свободно ножики неплохо заточены с коробки ну неплохо слабо сказано в принципе для такого сведения такой геометрии даже бреются отскоком проблеме тут брить уже нечего из тут что найдем разве что здесь что-то хоть будет видно да вот то что осталось от моих волос что ножиках не понравилось но скажем так не понравилось в первую очередь вот это вот . она по моему мнению немножко хлебковат хотя если вы не будете пробивает наспор доспехи до вражеские я думаю что для всех повседневных задач подобного рода ножик рода ножа вам хватит и сейчас покажу несколько фотографий которые мне любезно предоставил рома я позаимствовал сего сайта еще раз повторюсь это не реклама я просто попросил рома пошел мне навстречу мне было интересно что за звери такими до остальной грани еще долго времени у меня съездить и сейчас нет поэтому спасибо роман тебе за то что предоставил мне такую возможность так ну давайте глянем в принципе все что я хотел я показал но теперь давайте посмотрим сколько же весит эти ножики так первый у нас пойдет нос нож с же 10 159 грамм далее нож с анодированным алюминием из вот такой вот серый 158 грамм а 161 грамм какое-то расхождение есть может быть погрешу даже еще на весы как заходит у нас фрейм надеюсь это видно да он заходит примерно на две трети и при этом вот не залипает в моей не маленькой руке ножик очень удобен то есть этой длины более чем достаточно для здесь если никого не смущает вес и в принципе стальной фрейм который я еще раз хочу повториться он показал себя очень просто круто на дебильных тестах которые устраивала компания и без данной вкупе со мной и со остальными посетителями стальной граней а тесты были очень похожи на тесты компании колстил которые любят поиздеваться над своими изделиями в общем и целом очень-очень достойно 8 хром 13 и многие стали очка термично примерно до 50 8 59 по заявкам за 33 32 доллара это находка узнаваемый дизайн клипса с глубокой посадкой довольно жесткая клипса которых хорошо держит карман из мелочей может кое-где какая-то допустим можно увидеть вот такую точечку покрытие на самой плашки хотя мне здесь 28 сегодня позвонил пожаловался он менял накладки на оригинальной парамели подобного плана да так что мне сказал он говорит саня выкручиваю винты а винты выкручиваются проворачиваются когда их там с горе пополам вывинтил оказалось что винты здесь из пищевой нержавейки абсолютно не закаленная такая вот ситуация вот и думаю потом что же все таки лучше взять оригинальный нож да там за 140-150 долларов там в америке допустим вот и потом геморроица с его проблемами или пыля хомуха несчастного китайца купить до реплику не веду причем не приехали не только эти ножи я еще немножко позже погодя сниму еще видео здесь у нас может даже 10 баночки видно как ходила фреза по фрейму то есть по большому счету за эти деньги это очень круто то есть также насколько я могу судить все эти ножики не являются холодным то есть присутствуют справки свободная продажа и так далее ну давайте посмотрим на люфты брать я здесь не нахожу ножи все сразу из коробок тоже я не вижу здесь люфта заметьте я не поджимаю фрейм и дефудит и вот здесь очень хорошо поводу заточки то же самое сейчас еще наплыву получше на ножики посмотрим на них поближе 5 она алюминий нет я не вижу лифтов сидят они на кармане примерно вот таким вот образом есть видно вот это вот часть ножика в принципе можно прицепить сюда любого вида темляк хоть на одно отверстие ходит на 2 хоть на оба и в принципе даже вот на крайнюю баночку если из паракорда вытащить сердечник а этот любой даже лучше чем остальные может сидела в затяжке осевого скорее все таки есть есть еще раз в третье ножики эти не трогал они вот таких простеньких коробочках идут производство размещено в китае этим и сказывается необычайно низкая цена то есть при подробных тестах которые мы проводили с этими ножиками крыса дохнет на втором третьем ударе у нее просто ломается лайнер чертовой матери вот там с парой я вообще такого не советовал делать из-за дырки здесь нож хоть и тяжелее но при этом все-таки есть какая-то уверенность вот смущает меня момент этой опорной втулочки парной бонки шайбы из металла то есть ход плавный в принципе по большому счету даже замечательно есть особенно учитывая нынешний курс доллара до дороговизну ножа которым вдохновлялись дизайнеры на стоит за 1000 у я сразу так раз и швынь да положь здесь же по большому счету я думаю вам видно если не смущает весту очень и очень хорошо сделаем наплыв и посмотрим на то как они заточены не хочет ловить фокус на таком расстоянии она вот так все грани хорошо проработаны так можно посмотреть на шайба шарик весь керамический осевой который можно раскрутить все без проблем на чем угодно начиная там от шлицевой отвертки заканчивая и это монетками ограничитель хиндера то есть того фрейма в принципе хватит на его жизнь не веду на жизнь ножика так обработано же 10 довольно цепучая без особых изысков тоже довольно толково нанесена насечка все на палец не режет ничего единственный спорный момент это вот для меня тоненькая довольно опорная втулка хотя я не собираюсь ножом шибер инжалета и опять пробивать капот и машин две трети фрейма никаких залипаний ничего все очень неплохо это был может уже 10 давайте глянем что у нас здесь подвод тоньше вот этот хваленый black wash воронение довольно стойкая царапинки если появляются в принципе не портит вид также это покрытие очень приятный на ощупь китайцы любят подобного плана вещи принципе не не портят не экстерьер клинка не его внешний вид а иногда даже дополняют причем на и омаксе на всяких затяжках они тоже очень неплохо смотрятся фрейм на практически на две трети шайба все то же самое так обработана ручка здесь какая-то мелкая тяпка не знаю может кому-то перфекционисту она это вредит мне нет винты все дела по сведению ножки в принципе все одинаковы где-то 0,9 так что пользуйтесь и не парьтесь и крайний ножик из этой серии заварки ворда это ножик с алюминиевой плашкой на второй стороне тоже две трети уже может быть чуть чуть больше танец в те две трети фрейм стальной stonewash все дела отлично в принципе я доволен что посмотрела их и буду знать что советовать друзьям из недорогих флипперов с хорошим адекватным замком потому что к допустим там крыса милям у меня доверие после некоторых случаев пропало особенно после того что мне сказал влад да вот слушайте флипует конечно ой перехвали нет в принципе все отлично то есть при отсутствии люфтов и довольно монолитном хвате ножик замечательным шоке 1 на магазин все-таки ссылочку оставлю откуда я их получил а там уже смотрите друзья мои роман спасибо за ножики было приятно что я откликнулся надеюсь было интересно смотреть ножики скиф вот компании скиф спасибо друзья за внимание с вами был александр святов пока александр святов